Во-первых, хотелось бы сказать спасибо организаторам, что пригласили рассказать о своих результатах, ну то есть об этой тематике, о своих результатах. Меня зовут Макаров Владимир, я старший научный сотрудник НОЦ «Нелинейная динамика сложных систем» Саратовского государственного технического университета. Ну, мы скоро переименовываемся, мы будем называться «Системой искусственного интеллекта и нейронной технологии» вот, ну, на будущее. Наш ВУЗ является, ну, таким достаточно, занимает такое достаточно видное положение среди университетов, которые занимаются сложными системами, нейротехнологиями, робототехникой. И, ну, сейчас он является опорным ВУЗом Саратовского региона. И, кроме всего прочего, недавно мы вступили в НТИ «Нейронет» как раз по тематике нейротехнологии. О нейронауке и исследованиях мозга вообще. Вот, то, что вы видите, это то, как делали операции в, если не ошибаюсь, в Месопотамии 4000 лет до нашей эры. Ну, в общем-то, мы видим, что ничего особенного не изменилось. Достаточно ровно, вообще очень классно, достаточно ровно сделаны вырезы в черепе. Причем делалось это керамическими пластинками и какими-то, ну, такими средствами не очень технологичными. И, надо сказать, что до XX века большинство исследований мозга, оно, как бы сказать, могло проводиться только после того, как мозг уже вынул из черепа. И исследовались его структурные свойства. Ну, каким-то зверушкам скрывалась голова, вырезались какие-то части мозга. И, исходя из этого, делались какие-либо выводы. Но настоящий прорыв случился в начале XX века, в конце XIX, когда избрели электроэнцефалографию. И кто знает, что такое электроэнцефалография? Чтобы не останавливаться долго или нет? Хорошо, не очень много. Ну, все представляют себе, что такое электрокардиография? Хорошо, ну, надо надеяться, что больше. Вот. Суть в чем? Все нейроны, в мозге существует два основных типа взаимодействия между нейронами. Это химический и электрический. И электрическое взаимодействие мы можем измерить с помощью электродов, с помощью того, как обычно измеряют электричество. И это можно сделать как с поверхности головы, это называется поверхностная электроэнцефалография. Или же мы можем вскрыть черепную коробку и наложить электроды либо на поверхность мозга, либо просверлить очень маленькие дырки в поверхности черепа и воткнуть их глубоко в мозг, если мы хотим померить какую-то специфическую активность. При этом мы должны учитывать, что электроэнцефалографический сигнал, ЭЭГ, который мы снимаем, это не сигнал с какого-то одного нейрона. Это сумма сигналов очень большого количества нейронов, особенно когда мы снимаем ее с поверхности головы. На нее накладывается огромное количество шума, сопротивление черепа, пока этот сигнал проходит через него. И, соответственно, мы получаем намного меньше информации, чем если бы мы поместили электрод непосредственно внутрь мозга. За последние несколько лет при этом случился такой очень сильный прорыв в нейронауке, почему, собственно, этот электричество называется «Новая нейронаука». Потому что раньше, где-то, ну я не могу сказать до каких годов, но основными людьми, кто исследовал мозг, были нейрофизиологи и врачи. Именно люди, связанные с медициной, которые занимались этим в контексте лечения каких-либо психологических расстройств, неврологических расстройств, эпидепсии и тому подобное. Но с общим развитием современной науки, с развитием аппаратных комплексов, которые позволяют снимать сигналы с мозга. В эту науку пришло большое количество аналитиков, физиков и людей, которые связаны непосредственно с медициной. А эти люди уже начали очень сильно осваивать эти методы, методы анализа активности мозга, привносить новые методы анализа. Так как сейчас, допустим, в России большинство диагнозов по неврологическим заболеваниям, по ЭГЭ, ставятся не из какого-то их анализа, а когда врач просто смотрит на сигнал электроэнцефалограммы, и он примерно представляет себе, какая активность, какой вид сигнала, чему соответствует. Люди же, которые пришли в эту науку, они обладали достаточно большим набором методов анализа как разностранных сигналов, которые позволили очень сильно продвинуться в этом направлении. Вот о интерфейсах мозг-компьютера. Что это вообще такое? Это какой-либо программно-аппаратный комплекс, который позволяет анализировать активность мозга и делать из этого какие-то выводы, управлять какими-то аппаратами или же делать обратную связь, какую-то биологическую обратную связь для человека. Вот то, что существует на данный момент, это, допустим, управление простыми техническими средствами, когда человек может, допустим, управлять такой вот электронной инвалидной коляске с помощью сигнала головного мозга. Но на самом деле это очень простая задача, и могут сделать, допустим, мои студенты, которые у меня работают, если им дать всю эту аппаратуру. Существуют сейчас довольно популярные нейроинтерфейсы для тренировки каких-либо когнитивных способностей, таких как внимание, эмоциональный интеллект и тому подобное. Но на самом деле существует достаточно мало работ, которые показывают эффективность подобных устройств. Несколько лет назад, уже, точнее, достаточно уже, ну, наверное, лет 10, используются нейроинтерфейсы, которые анализируют активность головного мозга, и при этом, исходя из, собственно, того, что они проанализировали, они подают какое-либо воздействие на нейронную сеть с целью лечения заболеваний центральной нервной системы. В том числе, допустим, эпилепсии. Вот это вот приведена картинка из статьи, в которой, как раз, разрабатывался нейроинтерфейс, детектирующий начало эпилептического приступа и посылающий электрический стимул для того, чтобы разрушить этот приступ. Я дальше подробнее расскажу про нашу работу в этом направлении. И вот еще существуют экзоскелеты, связанные, естественно, с нейроинтерфейсами, для реабилитации, допустим, после инсульта. Здесь вот такой очень важный момент, ключевой, то, что сейчас уже все сходятся на мнении, что мозг достаточно быстро восстанавливается после инсульта, ну, естественно, все зависит от степени поражения, но если у нас существует какая-либо потеря двигательных функций, то мозг достаточно быстро восстанавливается, но спинной, головной мозг, но спинной мозг куда хуже восстанавливается, чем головной мозг. И из-за этого, ну, существует некий контур, головной мозг, спинной мозг, головной мозг дает сигнал о том, что нужно что-то сделать, спинной мозг уже реализует команды, которые заставляют мышцы сокращаться. И этот контур, он становится разрушенным за счет того, что спинной мозг теряет свои функции. Нам нужно как-то восстановить этот контур. И мы можем сделать это с помощью такого экзоскелета. Допустим, вот для руки мы анализируем активность головного мозга, делаем вымот о том, что детектируем то, что человек хочет сделать движение, и экзоскелет делает это движение за человека. И таким образом, с помощью такой обратной связи, спинной мозг начинает учиться сокращать мышцы по согласно соответствующей активности головного мозга. Вот. Это такой маленький обзор. Дальше я расскажу непосредственно о том, чем мы занимаемся, о двух, если успею о двух, если не успею, то об одном, наших завершенных таких проектов, точнее, завершенных стазах проектов. Я уже говорил о эпилепсии здесь. Вот существует такая абсенс-эпилепсия. Может быть, кто-то встречался с этим, у кого-то есть знакомые. Надеюсь, что ни у кого. В чем она заключается? Она распространена в основном у детей, и ее приступ выражен в том, что ребенок, в основном это дети, как будто отключается на несколько секунд. И когда он просыпается, он не понимает, что что-то произошло. Он не помнит о том, что он отключился, и до него это никак не видно. И как ведет себя мозг в этот момент? Эпилепсия, вообще любая эпилепсия, но в основном это, это гиперсинхронная патологическая активность нейронов, когда у нас большая часть нейронной сети мозга начинает пульсировать одновременно. В нормальном состоянии у нас все нейроны чем-то заняты своим, грубо говоря. А во время приступа они все начинают зажигаться просто синхронно. Есть, допустим, уже существующие, используемые в клинической практике, насколько я понимаю, интерфейсы. Один интерфейс называется так называемый open loop interface и closed loop interface. Это значит, что тот интерфейс производит стимулирование определенных зон головного мозга вне зависимости от… он не анализирует активность мозга, он просто стимулирует с какой-либо частотой, там раз в час он подает какой-либо импульс. И, тем не менее, такое вот вроде бы с чего бы, но такое воздействие позволяет снизить количество приступов, которые возникают у больного человека. Но намного более перспективным являются closed loop interface, интерфейсы, когда происходит анализ активности мозга, и когда появляется приступ эпидепсии, интерфейс подает электрический стимул, который разрушает этот приступ. Но причем распознать начало приступа абсенсы эпидепсии очень просто, потому что он огромный. Это очень мощная активность, его можно распознать просто по амплитуде. Но при этом все равно, когда мы прерываем этот приступ, нам нужно достаточно сильное стимулирование мозга электричеством, потому что, как уже говорилось, это мощная гиперсинхронная активность. Кроме всего прочего, приступ уже начался, и человек находится в эпидептическом состоянии, мы выводим человека из такого состояния. Наиболее здесь предпочтительным является не остановка приступа, а его предсказание. Но очевидно, что предсказание того, что произойдет в биологической системе, это очень нетривиальная задача. И как это и следует? Существуют так называемые животные модели. Мы не можем исследовать эпидепсию на детях. Мы можем снимать какие-либо записи часовые, но мы не можем апробировать какие-либо интерфейсы на детях, естественно. И, ну не мы, а ученые вообще, в принципе. Поэтому существуют животные модели, которые повторяют какие-либо заболевания, патологии с большой точностью. Допустим, вот эта криз линии Ваграй. Ее везде используют, по всей Европе и Америке для исследования абсенс эпидепсии. И я не без гордости могу сказать, что эту линию криз выявил наш друг хороший, профессор Жиль Иванов Уитвар из Нидерландов, с которым мы как раз делали эту работу. И, собственно, большая часть криз этой линии, они обладают вот такой вот абсенс эпидепсией. И давайте вот перейдем, вот можно обозначить два таких как бы термина, локальные и глобальные синхронизации в головном мозге. Вот что такое синхронизация, все себе примерно представляют. Это вот когда два нейрона, вот если они несинхронны, они вот как-то асценируют в разное время. А когда если синхронно, то одновременно. Вот. И локальная синхронизация – это синхронизация, которая происходит среди каких-то нейронов, которые расположены близко к друг другу в пространстве. А глобальная синхронизация – это синхронизация между нейронами, которые находятся в разных частях головного мозга. И вот здесь вот приведены четыре сигнала электронисфолограммы. И вот здесь вот фотография, как делают операцию Крисе по вживлению этих электродов. За Крис можно не бояться, она находится под наркозом, ничего не чувствует. И после операции она достаточно нормально себя чувствует, они спокойно живут. И единственное, что их приходится держать отдельно, иначе они отгрызают друг другу эти шапки. Вот. На самом деле большая проблема. И вот здесь четыре сигнала. Два верхних, они вот такие сильно зашумленные, это сигналы, которые сняты с специальных электродов, которые снимают сигнал буквально с нескольких нейронов, с нескольких десятков нейронов. И вот два нижних – это сигналы, ну, обычные сигналы, ЭЭГ тоже вживленные в мозг, но они уже снимают с такой, ну, приличной области мозга, достаточно большой. С картикальной области и таламической области. И что мы видим? Вот здесь вот у нас начинается видно глобальное, синхронное, вот такая динамика, начинается эпидептический приступ. И это очень хорошо видно и здесь. Вот все вот эти нейроны, их не очень много, ну, вот нейроны в двух этих разных областях, они тоже начали синхронно колебаться. Естественно, мы видим то же самое на этих двух и на этих двух сигналах. Но если мы посмотрим, что произошло раньше, чуть раньше, то мы видим, что здесь, ну, какая-то обычная активность мозга, ничего нельзя сказать, хаотический сигнал. Но если мы посмотрим на вот те две маленькие группы нейронов из двух далеких, вроде бы, областей мозга, мы видим, что среди них уже начинаются вот такие вот спайки, которые периодически становятся синхронными. И, соответственно, мы можем каким-либо образом выделить эту, вот, зачатки, этой глобальной синхронизации. Как мы это делаем? Вот существует такое визуэтное преобразование. Ну, наверное, не очень много кто знает отсюда. Вот из-за о нем, это фактически то же самое, что и фурье преобразование. То есть мы только для нестационарных сигналов. Мы разворачиваем сигнал во времени и в частотном диапазоне. И вот у нас есть две такие поверхности на двух сигналах. И нам нужно выделить, по сути, общее в этих сигналах. И мы придумали достаточно такой изящный метод. Мы просто их перемножаем. И когда мы их перемножаем, то та часть поверхности, которая существует в обоих случаях, она только и остается. То есть вот здесь это эпидемиологический приступ. Как мы можем использовать это предсказание? Ну, абсолютно так же. Мы берем, раскладываем несколько сигналов ЭГЭ с различных областей мозга в такие визуэтные поверхности, после чего мы их перемножаем. И вот тогда, как здесь начался эпидемиологический приступ, вот большая вспышка, да, это волна на другой частоте, вот незадолго до нее уже началась такая слабая глобальная синхронизация между этими тремя каналами за две секунды. Тут стоит сделать такую поправку, вот предсказать эпидемиологический приступ за две секунды намного важнее, чем предсказать его там за сутки. Потому что в этот момент мы можем простимулировать мозг, ну, послать туда слабый электрический импульс, который разрушит эту зачаточную глобальную синхронизацию, и эпидемиологического приступа фактически не будет. Мы собрали вот такую экспериментацию, вместе с голландскими коллегами, собрали такую экспериментальную установку. Вот эта клетка с крысой, и эта клетка с крысой. Они бегают, там живут своей обычной, ну, кретиной жизнью. И у них имплантированы электроды, и эти электроды на таком подвесе, ну, собственно, идут к усилителю и дальше к компьютеру. Почему этот подвес нужен? Потому что крыса, опять же, перегрызет этот провод, а так и провода ей не мешают, и она их перегрызть не может. И вот здесь мы еще смотрим, это инфракрасный детектор движений, и мы смотрим, насколько крыса активна. Вот, что она там делает. Вот. Ну, разбрались. Вот. Дальше, что мы сделали? Мы запрограммировали вот в режиме реального времени предсказания. Вот, собственно, таким методом, который я уже описал выше. Вот эта экспериментальная установка, то есть все то же самое, но на один электрод, между двумя электродами, по-моему, мы посылаем электрический импульс, очень-очень слабый электрический импульс. Здесь вот показан сигнал ЭЭГ, когда мы предсказали эпилептический приступ, но при этом не подавали электрического стимула. То есть вот пошел предшественник эпилепсии, а дальше разгласает эпилептический приступ. Но в другом случае, вот, допустим, мы предсказываем, мы подаем электрическое воздействие, и у нас уже после этого нет эпилептического приступа. Вот где-то был хороший пример, вот, наверное, вот этот. То, что вот можно увидеть, то, что вот когда мы подали внешний стимул, вот эта ЭЭГ, она соответствует сну крысы. То есть крыса даже не проснулась от этого импульса. То есть он имеет физиологическую амплитуду и не мешает ее жизнедеятельности. Ну, то есть не то, чтобы я очень сильно беспокоюсь за эту крысу, но если это дальше делать с детьми, то это важно. Вот. И что мы, собственно, получили при этом? Вот это то, до чего это все делалось. Все было не очень просто с тем, чтобы предсказывать. То есть нам ведь нужно не только корректно предсказать, но еще у нас могут быть ложные срабатывания, а ложные срабатывания всегда плохо, потому что мы будем стимулировать мозг крысы электричеством очень часто, это не очень хорошо. Поэтому изначально у нас была точность где-то в 80% предсказания. Опять же мы должны иметь в виду, что не всегда есть предшественник у эпилептического приступа, это очень вариативная такая система. Вот. Но со всеми условиями по уменьшению количества ложных срабатываний у нас получилось 45% предсказания, 55% детектирования. То есть мы детектируем уже приступ после его начала. Вот. Но что мы получили в плане изменения активности крысы? Мы в пять раз сократили количество длительности эпилептической активности по сравнению со случаем отсутствия стимулирования. То есть это существенно. Но самый интересный результат здесь, это тот, что вот это уровень активности крысы, то, чем вот крыса там занята. Вот она бегает, чешется, и она такая сидит, спит, очень грустная. И вот активность крысы возросла, получается, практически в полтора раза. О чем это говорит? Когда животное часто испытывает на себе вот эти эпилептические приступы, абсенс эпилепсии, она находится в подавленном состоянии. Естественно, такая гиперсинхронная активность в мозге, она плохо влияет на жизнедеятельность, она сидит, больше часа времени спит, ну, плохо себя чувствует. В общем, если мы уменьшаем количество такой патологической активности, то мы получаем прирост в ее жизнедеятельности. Она становится более активной, лучше себя чувствует. Это очень интересный научный результат. Собственно, это вот такой проект, связанный с эпилепсией, что здесь каковы дальнейшие действия. На самом деле никто не очень хорошо знает о том, какова природа, вот пик вонового разряда абсенс эпилепсии, такого эпилептического приступа. И сейчас мы в том числе проводим исследования по изменению функциональных связей в мозге во время как раз наступления этого приступа. Есть различные теории, что такие приступы – это что-то вроде дегенерирующих сонных веретен. Сонные веретены – это электроэнфологические, графические паттерны, которые возникают в голове во время засыпания, дремота, во время сна у людей, у всех, у крыс. И этот вопрос остается очень открытым, очень открытым. Потом нам необходимо повысить точность предсказания, потому что 45% все равно это можно улучшить. И это можно сделать с помощью методов искусственного интеллекта. Здесь я могу оговориться, что в нашей науке методы искусственного интеллекта, они, конечно, очень хороши. Это однозначно поможет лучше предсказывать эпилепсию и что бы то ни было еще. Но они плохо дают нам понимание того, что происходит. Допустим, мы здесь провели это исследование и узнали, что да, у нас зарождается раньше гиперсинхронная активность, но если бы мы просто накормили нейронную сеть вот этими кусками активности до приступа и получили бы хорошую точность предсказания, то мы бы не узнали, в чем, собственно, дело, как это происходит. Но сейчас мы уже можем перейти к этому этапу. Далее, конечно же, интересно уже работать с человеческими данными, мы уже начали с ними работать. Это данные по абсенсепидепсии, снятые с магнитоэнцефалографии. Магнитоэнцефалография – это практически то же самое, что электроэнцефалография, только по-другому. Но суть такая же. Полученные вот тоже нашими голландскими коллегами. И сейчас на них мы апробируем наш метод. Далее… А, сколько у меня времени осталось? Есть? Дальше я расскажу про еще такую работу. Вот все знают, что существуют такие неоднозначные изображения, когда мы можем увидеть картинку двумя разными способами. Допустим, вот мексиканский художник, есть Октавио Кампо, он очень любил рисовать такие картины, они у него практически все такие. Вот. Есть очень известный пример – это ваза Рубина, когда мы можем видеть или два лица, или вазу. Вот, допустим, здесь код, который непонятно идет вверх или вперед. Вот. И вот два дома, если мы будем на них смотреть, мы… если мы смотрим на один дом, у нас… ну, в общем, мы можем видеть и этот дом спереди, и этот дом спереди. Вот. Только присмотревшись к соотношению размеров окон, мы можем понять, что… какой из них… где находится. На самом деле, такие изображения, вот, они являются очень таким сильным стимулом для мозга, потому что в визуальной системе мозга нужно здесь, ну, разобраться вообще, что он видит. И… но такие изображения, они плохо формализуемы. Ну, как мы можем с помощью вот этого кота что-то исследовать, что происходит в мозге? Но есть очень хорошее, очень хорошее другое, вот такое бестабильное изображение. Это куб Некера. Его… Да, в общем, ну, насчет куба Некера все его увидели. Куб Некера придумал Некер, он в 1800 каком-то году, он зарисовывал кристаллы и увидел вот эту вот интересную оптическую иллюзию. И чем интересен этот куб Некер? Он может быть направлен либо… Он может быть абсолютно однозначно направлен влево или вправо. И контролируя непрозрачность граней, мы можем достигать разной степени неоднозначности. То есть можем сделать абсолютно однозначный правый, абсолютно однозначный левый, и при этом что-то неоднозначное посередине. Как мозг вообще воспринимает такое… Как мы можем описать восприятие такого изображения? Мы можем нарисовать такие две потенциальные ямы и шарик. Вот они были на слайде. Ну, в общем, вот вы видели, может быть, две потенциальные ямы и шарик. Если у нас абсолютно однозначный правый куб, то левой ямы нет. Ее вообще не существует. Человек не может увидеть левый куб. Но если это изображение становится неоднозначным, то у него появляется вот эта левая яма. И мы своим восприятием можем, в общем-то, управлять тем, что мы видим, если мы будем стараться увидеть левый или правый. Но на самом деле сам мозг, если мы не будем стараться увидеть какое-то конкретное изображение, он будет перекидывать нас то на одно, то на другое из-за существования шума в нейронной сети, чисто биологического шума, который существует в любых системах, особенно в нейронной сети. И это мы можем использовать для такого тестирования визуальной системы. То есть если мы воспринимаем мозг. Если мы будем воспринимать визуальную систему мозга как некую черную коробку и подавать на нее вот такие визуальные стимулы и смотреть, что происходит. Дальше мне уже нужна презентация. Сейчас попробуем. Да, вот. И что мы, допустим, сделали в первую очередь? Вот здесь мы воспользовались искусственным интеллектом. И мы делали эксперименты, где предъявляли добровольцу очень большое количество этих кубиков с разной неоднозначностью. И после этого мы обучили нейронную сеть распознавать по ЭЭГ какой кубик он видел, древый или правый. Обучаем, естественно, по однозначным кубикам, но... А, отлично. А что нужно нажать? А, 310? Давай я следующий просто. Ага, да, следующий. Вот. Но распознавали, потом уже тестировали мы эту нейронную сеть на всех остальных уже неоднозначных кубиках тоже. И чего мы достигли? Мы достигли вот разной точности для каждого испытуемого. Там от 70% до 100%. Ну, как бы, ну такой результат. Вот вроде бы. Но что мы сделали потом? А можно следующее? Мы взяли нейронную сеть, обученную по вот этому человеку, у которого была стопроцентная точность. И через эту нейронную сеть мы прогнали всех остальных людей. И эта нейронная сеть дала практически стопроцентную точность практически на всех людях. То есть, ну, мы вроде с вами все такие разные, а вот эти вот кубики распространяем абсолютно одинаково. Вот. В мозгу у нас происходит абсолютно идентичный процесс, абсолютно какой-то одинаковый паттерн, соответствующий тому, увидим ли мы левый кубик или правый. Вот. Даже несмотря на его неоднозначность. Но как мы еще это можем использовать? Мы можем посмотреть, какие вообще паттерны, не только обучение нейронной сети, но уже поисследовать что-то, посмотреть, какие паттерны возникают нестационарные, в то время как мы видим эти кубики, когда мы принимаем решение. Когда наша визуальная система делает какую-то обработку информации. И я не стал сейчас приводить здесь вот эти вот частотные развертки, но суть в том, что мы выделили два основных сценария, по которым протекает восприятие этого изображения. Сценарий в каком плане? В плане того, что мы видим, какие частоты реализуются при этом в мозге, бета-активность, цифра-активность. И мы решили проверить, из-за чего, что соответствует одному и другому сценарию. И мы сделали эксперимент с оплачиваемыми волонтерами и неоплачиваемыми волонтерами. К тому же неоплачиваемыми были такие не очень комфортные условия, при этом сделаны во время эксперимента. И мы обнаружили, что количество событий первого типа при восприятии у оплачиваемых волонтеров намного больше и разброс меньше, чем у неоплачиваемых волонтеров. У оплачиваемых волонтеров, при этом еще больше разброс. То есть кто-то все-таки старался. И понятно, к чему это нас приводит. К тому, что первый сценарий соответствует мотивированному восприятию, сконцентрированному. Кроме всего прочего, мы проверили, как вот эти сценарии реализуются в зависимости от того, какие кубики мы показываем. С маленькой неоднозначностью или же с большой неоднозначностью. Ну, понятно, в чем суть. То есть, допустим, максимальная неоднозначность – это когда кубик 50 на 50. То есть там и левые грани полупрозрачные, и правые грани полупрозрачные. И мы плохо можем решить, что мы видим, в какую сторону направлено. А когда минимальная неоднозначность, то левые грани практически прозрачные, а правые совсем не прозрачные. То есть из этого мы делаем вывод, что да, вот первый сценарий – это сконцентрированное, даже не то чтобы сконцентрированное, это паттерны, которые соответствуют именно обработке информации визуальной системы. Не распознаванию какого-то уже знакомого паттерна, а именно выявлению какой-то закономерности. А можно следующее? Вот. И мы сделали такой интерфейс MOS Computer снова, который позволяет нам немного потренировать нашу визуальную систему на решение таких задач. То есть мы снимаем EEG, предъявляем какие-либо визуальные стимулы. В данном случае мы предъявляем кубики, но этим может быть, собственно, что угодно, потому что мы уже знаем конкретную закономерность. И вот эти вот линии – это три субъекта, их степень концентрации. Степень концентрации померен, соответственно, по этим паттернам, которые мы нашли. И вот они выбирают эти кубики, нажимают на кнопки, ищут, какой кубик они видят. Дальше мы создаем внешнее воздействие. Мы заставляем их, кроме всего прочего, не только выбирать, какой кубик они видят, но еще считать в уме цифры и говорить их нам. И, естественно, мы видим, что их концентрация падает, они уже думают о цифрах, а не о том, что они видят. И после этого мы подаем им обратную связь биологическую, когда человек выбирает, не сосредоточившись, не обрабатывает информацию, которую он видит, мы подаем ему звуковой сигнал. Плохо. И мы видим, что после включения такой биологической обратной связи, мы видим, что концентрация их, количество событий первого типа растет очень сильно. То есть такой интерфейс действительно работает. А можно дальше? Вот. Я успел рассказать про две вот эти вещи. И вот что дальше вообще будет происходить? И что актуально? Что делают сейчас? В основном, что делают сейчас? Допустим, вот первый пункт, однозначно очень важный, особенно общение с проанализованными пациентами. Сейчас существует такой очень амбициозный проект, нейричат, когда вот ученые создают программно-аппаратный комплекс, который будет снимать, достаточно компактный, будет снимать сигналы ЭЭГ, и при этом он будет фактически преобразовывать это ЭЭГ в то, что человек хочет сказать. То есть не просто какой-то выбор букв на экране, насколько я понимаю, а именно такая непрерывная речь. Это очень здорово, и это очень амбициозный проект, это очень, мне кажется, это очень сложно. Но люди этим занимаются, и это очень здорово. В управлении экзоскедетами существуют вот такие ситуации, когда человеку нужно не восстановить активность руки, а когда у него просто нет руки. И он уже не может управлять, допустим, такой кистью с помощью каких-то сигналов миограмм, мышечной активности, мышц, остаточных мышц, которые находятся рядом. И мы должны сделать систему, которая будет расшифровывать то, что он хочет сделать этой рукой, в непосредственную локомоторику этого экзоскедета. Это даже не экзоскедет, это протез. И в том числе это возможно для экзоскедетов, но для экзоскедетов может быть более эффективным является использование сигналов мышечной активности. Очень важным является коррортирование функций, головного мозга, так как это важно не только для нейрохирургии и лечения различных заболеваний, но если мы хотим, допустим, так же общаться с парализованными пациентами, мы должны хорошо представлять, где находятся их речевые центры и откуда нам нужно снимать сигнал, чтобы он не потерялся в астоном-биологическом шуме. Диагностика и лечение заболеваний ЦНС – это тоже очень актуальное сейчас направление, и не только относительно заболеваний ЦНС. Вообще перенциализирование медицины – это одно из таких, мне кажется, самых актуальных направлений науки на Западе и сейчас становится в России, когда у нас есть какой-либо девайс, который может с помощью каких-либо методов оценивать наши биологические параметры и находить биомаркеры заболеваний на ранних стадиях. Потому что все мы знаем, что лучше предотвратить, чем лечить, особенно когда это касается серьезных заболеваний. Игровая индустрия – ну, здесь все, в общем-то, понятно, когда мы сможем с сигналом мозга каким-либо образом взаимодействовать с игровым пространством, технологии VR к этому идут, ну, здесь все, в принципе, ясно. Ну и самое такое вот на перспективу – это некий ввод информации в головной мозг. Ну, не знаю, это, наверное, становится все более и более возможным, потому что придумали транскрениальную магнитную стимуляцию и недавно вышла работа, которая уже позволяет, чтобы простимулировать электрическим стимулом, а не магнитным, какую-либо глубинную область головного мозга, сделать с помощью искреченных магнитных полей. Очень изящный способ. То есть нам не нужно вставлять электрод человеку в мозг, чтобы простимулировать током какую-либо глубинную область. И с помощью, возможно, таких методов когда-то мы сможем, допустим, выучить французский быстрее. Вот. С помощью какой-либо тренинга нейронной сети внешнего воздействия. Вот. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...